вот ребята всегда бы так встречали обратите внимание заходишь ну просто глаз радуется как в инстаграме фотография вот но я тоже не с пустыми руками значит смотри рыбу мне подписчик две рыбы дал в поезде берите спасибо и шоколадку тоже мне в поезде дали спасибо михалыч халявщик не все выкрутиться но все значит проходим раздеваемся женьки скажи ты видимо видео занимаешься я смотрю что у тебя чуть-чуть маленький чуток маленько так чуток короче о никон грубо говоря мыльница я все равно вижу что это что-то профессионально и фотографии раньше у меня был небольшой бизнес фотографии делаем документы там вот с логотипами кружки футболки монтируешь на хорошо да получается монтаж видел у меня на канале изменился вот вот этими вот руками золотыми ходить придуриваться ребята вот кто делает монтаж на канале и сейчас и сейчас мы идем на кухню вернее у тебя не только руки золотые еще и жена золотая как же как же хорошо так вот в гости у тебя короче муженьком сидим сейчас уже битый час как смотричит тысячи саная с этим жени мне объяснять по монтажу из того что мне сейчас объяснил я 90 процентов не понял я понимаю что там что-то нужно менять но у тебя сколько в среднем уходит на монтаж видео я скачал весь видео материал грубо говоря на джошу дня и посмотрел материал где-то ставишь там какие-то тайм-коды там и в 2 часа ночи заканчивал монтировать и скидыш материалов на четыре с половиной гигабайт так из этих четыре с половиной гигабайт получается видео на два с половиной извините а вы куда эти ливер весь основной продаете что-то в основном весь этот ливер осматривается и отсевается как бы отбирается сам вот это самое интересное после этого я передаю весь материал михалычу михалыч его заливает там как-то в это время в это время в замке у шефа а в это время на квартире у михалыча да света подожди ты я занимаюсь монтажом мне нужно переслать файл же не смотри мне компьютер ты же можешь просто отправить файл нет света я должен следить за полосками которые передвигаются по заливке не очень важно здесь возле компьютера меня света сказал так больше сейчас времени освободиться я так не думаю нет я тоже когда отправляю файл тоже смотрю это все говорится после второй выпитой вот что значит профессионализм сейчас можешь съесть и монтировать после второй не знаю что из этого получится никогда не пробовал саша полкило сказал что я тебе хочу сказать сразу еду и вижу рука свадебника свадебника он виден издалека такой практически практически халтурщик парируйте вот я никогда не монтировал видео для свадеб весь монтаж начался с моего канала ссылка в описании подожди милана у тебя есть инстаграм не надо пиктовать следующее сказать ссылка на самом деле как бы я очень долгое время находился без работы короче ну реально нужна была работа потому что в пароль найти работу очень сложно вот я как бы вот это решил пихать пихалычу письмо ну почему я пихалычу пихалычу а дальше что Ты даже в комментах так не писал. Один раз Михалом написал. Подожди, я, ребята, скажу вам честно, очень много людей писало как раз в тот момент. Я даже, наверное, где-то объявление у себя на странице разместил. И очень много людей по поводу видео писали. Почему я тебе ответил, я так и не понял. Я когда писал сообщение Михалычу, я даже не рассчитывал на то, что он ответит. Ну где-то вдалеке, может быть, были мысли какие-то, что он, может быть, он прочитает. Но то, что он, да, ответит, я на то, что приедет еще. Не, ребята, когда ты отправляешь видео чешому человеку, которого ты никогда не видел, и у которого на аватарке нарисованный какой-то персонаж, ты понимаешь, что там все твои тупники. Человек посмотрит это все и скажет, нет, я за это браться не буду. Ну, короче, вот 9 роликов уже вместе отработали. Ну вот, ребята, силой монтажа мы перемещаемся на 2 дня вперед. За эти дни в Барнауле я нигде не побывал. Я провел все это время здесь, в этом номере. Вот этот номер, ребята, стоит 1300 рублей. 1300 рублей. Полулюкс. Душевая кабина, туалет. За эти дни никто, конечно, не убирался. Ну и хер с ним. А что тут убираться, если здесь человек пьет? Вот. Что еще, ребята, хотел сказать? На самом деле ничего не хочу сказать, потому что хочу уже уехать. Я хочу домой. Я задолбался. Короче, сейчас приезжает Женек, и мы поедем, посмотрим город. Вот вам Барнаул вечерний. Так я его видел все эти дни. Тут, конечно, жарко, очень, очень жарко. Стояно возле окошек ходили, люди говорили, и очень слышно было это все. Здравствуйте. Короче, говорят, что не благополучный район. А где он благополучный? У нас по всей России такой район. И самое главное, ребята, новость последних двух дней. Канал на территории Российской Федерации. Какой-то негодяй заблокировал. Короче, теперь, чтобы видео смотреть, просто берите и убирайте с России на какую-нибудь Болгарию, или Беларусь, или Австралию. Да не важно, другую страну ставите, и все. И не забывайте подписываться. И на колокольчик ставить. Да я просто хочу на людей посмотреть. Два дня никого не видел. Как вы тут живете без этого, без меня? Ждали, когда ты все-таки выберешься из своего номера. А я вот что-то испугался окружающего мира, и схоронился там на двое суток. Ну что, сейчас куда едем? Сейчас поедем, прокатимся маленько по городу. Пойдем, съездим на горный парк. Посмотрим, что дальше. А, ну поехали. Короче, ребята, вот туда наверх такая лестница ведет. Сегодня, ребята, сожгут дневную норму калорий. А может, даже двухдневную. Ну смотри, вот мы поднимаемся, да, и люди тоже идут. Обычно, знаешь, собирались студенты какие-нибудь там в кустах помогать или отметить какие-то свои поступления или еще что-то. А сейчас уже можно прийти культурно посетить. Ага. А тут лифта нету? К сожалению. Ребята, произвел первый в мире запуск в ночь квадрокоптера. Короче, совет вам, не пускайте ночью квадрокоптер. Вы его просто не увидите. Одно зеленое пятнышко висит в небе, и все. Если бы этого пятнышка не было, хер знает куда. Ну вообще не видно, как черно-белая фотография, картинка. Нет, слушайте, здесь красиво. Вот я понял, что Барнаул это не только гостиница, в которой я поселился. Барнаул это оказывается красивый город. Посмотрите, как подсвечено все. Начиная от моста. И вот сколько церквей, да, тоже подсвечены. Короче, ребята, вышли мы с другой стороны. Вот там мы наверху находились, спустились. Вчера это сколько? Из меня весь похмельный пот вышел. Ты сейчас в дорогу будешь обратно впитывать. Ну, не, я что-то... Я, ребята, все, денек не пью. Отхожу. Местное, очень вкусное место. О, как звучит-то как. Местное, очень вкусное место, ребята, грильницы. Это алтайская сеть. Ну, да. Ну, я в других регионах такого не видел. Шаурма. Ой, и картошка фри даже есть, да? Да. Ой, и китайская лапша даже есть. Слушай, здесь сколько килограмм? Она большая. 600, да? Очень-очень большая, очень большая шаурма. Слушай, я не ожидал, что она такого будет размера. Ммм. Короче, ребята, я уже с двух кусков наелся. По вкусу очень сочно, потому что лука много. Первое, что сейчас я почувствовал, очень много соуса. Много соуса, много грибов. Я никогда раньше не ел такой большой шаурмы. В Красноярске есть дюнер-кебаб. Ну, там она, наверное, вот такая, которую я вот сейчас съел, да? Вот таких размеров. Ну, это реально большая. Очень много лука, очень много лука. Но он как бы так, освежает. А лука-то именно потому, что я взял в гребне. Да? Вкусненько. Короче, ребята, никто не занял. Я сообщил, она чуть-чуть начатое, и все. В общем, я тоже пакет взял. Потом-то не знаменитая алтайская шаурма. Короче, ребята, прилетел я в Москву, задолбался я ехать. Скажу честно, когда уже твое путешествие тебе идет не в удовольствие, и когда ты от этого не получаешь никаких эмоций, а просто отрабатываешь то, что вроде сказал, что нужно ехать. Не для себя, не для себя снимаешь. Снимаешь, не знаю, так, просто натеебись. Короче, остановила я свое путешествие, и что и так две недели уже дома не был. Особенно удар мне по печени и по мозгу дал Барнаул в виде двухдневного холкомарафона. Все, хватит. Надо сейчас это все переосмыслить. Субтитры сделал DimaTorzok